Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня неконтролируемое больное воображение. Я по натуре очень тихий, чувственный, закрытый в себе человек. Все, что летит в мою сторону, не могу игнорировать, воспринимаю близко к сердцу. Недавно заметила, что я стала воображать чужие вещи, занимаясь вообще обычными делами. Например, заправляю постель, и люди, наверное, думают о том, чтобы делать после, или о том, чем они занимаются сейчас. Но мой мозг в такие моменты как будто отключается от реальности и переходит к воображениям. И если бы это были просто бытовые воображения. Но нет. Я часто воображаюсь сама того, не основывая какие-то ужасы, будто я смотрю фильм. Кровь, убийство, все в таком духе. Меня такие отключки начинают пугать. Может ли это быть какой-то психиатрической проблемой. Или вам волноваться не о чем, и не только у меня такое. Пишите вы. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что такое не только у вас. Это правда. И второе, что хочется сказать, это то, что не является, по крайней мере, на данный момент, что вы описываете, именно вот, ну, психическим заболеваемым, по крайней мере, так, ну, из того, что вы описываете. В первую очередь, что нужно отметить, что вы описываете себя, как очень тихого, закрытого человека. И соответственно, соответственно, это означает, что вы много чего себе подавляете. Скорее всего. И вы подавляете у себя, ну, условно говоря, злость вы подавляете у себя какой-то негатив к человеку. Ну, или к людям, другим людям, да, с которыми вы, вот, пересказываете. Вы говорите, что я не могу воспринимать, вот, как бы, ну, спокойно, спокойно, вот, то, что мне прилетает. То есть вы на это, вот, как-то реагируете, вот, ага, ну, значит, ну, это, скорее всего, никак не выражать. Вот. А выражать это, ну, вот, необходимо. Вы себе это сдерживаете, и в итоге это вливается в ваше воображение. Вот. Вот. В итоге это вливается в ваше воображение. Что это значит? Ну, если вы не можете выровить спроба, спроба, ну, условно говоря, реальному человеку, да, то вы будете это выражать, вот, в своих мыслях. И это абсолютно нормально. Но важно понимать, что так вы спасаетесь, но не решаете проблему. Проблема невыраженной злости, например, все равно у вас остается. И в таком ключе говорить о том, что вы, например, закрытый человек, на мой взгляд, не совсем корректно. Потому что будь вы загреты с закрытым человеком, вас бы не смущало то, что вам прилетает. А раз смущает, раз вас это трогает, значит, извините, не такой вы уж закрытый человек. Вот. Ну, на мой взгляд, это нужно просто признать, что вы, может быть, неуверенный в себе человек. Может быть, вы стеснительный человек? Да. Но то, что вы закрытый нету. Я так не думаю. Вот. И ваши мысли, ваше воображение, ну, на мой взгляд, наглядно это подтверждает. Вот. То есть подтверждает что? Подтверждает то, что вы на самом деле более активный человек, но привыкли себя сдерживать. Вот. А то, что вы сдерживаете, проявляет самоображение. Поэтому. Первое. На чем нужно работать? Над уверенностью в себе. Это первое. И второе, это над конструктивным выражением того, что вас тревожит, того, что вас беспокоит. Понимаете, да? И вот. После того, как работа будет проведена, я думаю, что вам будет гораздо легче взаимодействовать с людьми, налаживать социальные контакты, высказывать свое отношение к тому, что происходит. Все вам, все вам будет легче. И мысли уйдут. А сейчас у вас просто агрессия, негатив копится, 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 копится. Вот. Естественно, ничего хорошего нет. Нет. Вот. Для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И вот наш майон 歡迎 в дорогах,årt Stephen Taylor. Продолжение следует...